Доброго дня! Вы смотрите наш городской канал Самара Гиз и в эфире программы «Хочу домой» Для тех, кто впервые смотрит нашу передачу, поясню, это программа о бродячих животных, собаках и кошках, рожденных на улице и не только. Мы говорим не только о жестоком отношении к животным, но больше все же рассказываем о людях, которым не безразлична судьба бродячих животных. И, конечно, о жителях города, которые помогают приютам не просто разговорами, а конкретными делами. И сегодня я предвкушаю интереснейшую беседу с гостями в студии Ольяна Самсонова, руководитель общественной организации «Живая планета детям» и ее коллега, заместитель, правда, другой организации, волонтерский центр «Зооблаго» Елена Гоголева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, не могу вам не поаплодировать, так сказать, да, поаплодировал немножко. Чем занимается ваша организация? В чем смысл вашей работы? Ну, наша работа, в принципе, началась 10 лет назад, когда волонтеры просто поняли, что необходимо объединиться. И мы вошли тогда в рабочую группу при городской думе по вопросу, по решению проблемы с безназорными животными. Интересно, что тогда мэром был Дмитрий Игоревич, да, ну, и он поддерживал эту работу. Между прочим, и сейчас тоже можно заметить по некоторым его позициям высказанным, да, что он хорошо разбирается, в принципе. Это было, ну, интересно, потому что чиновники в то время выступали в основном за эвтаназию. Я могу вам рассказать? Ну, мне кажется, тогда чиновники вообще никак, в принципе, не относились к этой теме. Очень мало было. Как-то, ну, да, есть проблемы, но давайте будем решать ее по мере того, как получится у нас. Вот. Сейчас это действительно такая наболевшая проблема, и нам надо ее решать. Путь ее решения ее. Они есть. Вы как зоозащитник, кого вы защищаете? Ну, во-первых, конечно, я защищаю в первую очередь людей, потому что я сама человек, да, и у меня есть дети, да, и животных я тоже люблю, но, понимаете, тут так очень удачно получилось, что защищая людей, мы можем это делать гуманными способами, да. Защищая людей или собак? Людей, да, от проблемы, да, потому что эта проблема очень серьезная, вот дальше мы остановимся, то есть это не просто то, что это неприятно, или кого-то испугали, да, или даже укусили, ну, как-то серьезно, понятно, что проблема большая. Там есть мало, а вообще проблема очень эмоциональная, но вот как мы анализируем, не хватает такого более глубокого анализа, да. Во-первых, это проблема бешенства, это первое, на что мало обращают внимания, вот я специально для вас выписала, вот у нас есть областной распотребнадзор, там каждый может найти эту статистику, она обычно к 28 сентября, да, вот есть, например, от 24 до 75 случаев заболевания бешенством среди животных. Что это значит? Это значит, там в 2-3 раза человек больше обращается за помощью антирапическим, и эта помощь, если не будет оказана, человек умрет, вы понимаете это? То есть, то, что закон называется об ответственном опрощении с животными, он прежде всего ответственен в защите людей от бешенства, да, то есть у нас были смертельные заболевания бешенством среди людей, да, они, естественно, закончились летальным исходом, потому что бешенство не лечится, да. Ну, я надеюсь, вы с ветеринаром это еще можете, с представителем типа, да, ну, то есть... Ульяна, смотрите, страшная болезнь, бешенство, но все же у нас бегают большинство, 95% собак, все-таки не бешеные, и слава богу, пока не бешеные. Мы говорим о том, что их очень много, и, к сожалению, они организуются в стае, и, естественно, нападают, а сейчас более весенний период, когда они возблажаются, и они, естественно, нападают, охраняют своих, как бы, самок, как говорится, да. Что делать в этой ситуации? Ваша помощь людям, ваша помощь собакам. Ведь мы говорим о том, что у нас общество делится на два лагеря. Один лагерь – это люди, которые за эвтаназией, они все давайте убирать любым способом этих собак. И второй лагерь, и этот лагерь, ну, наибольшее количество людей в нем. Мы говорим о том, что нет, мы за гуманное обращение к животным. Но собак количество растет. Можно? Спасибо, во-первых, за ваш... Мой комментарий был. Я знала, что такой комментарий будет. Поэтому вы, опять же, открывайте Роспотребнадзор, там есть количество укусов. Я посмотрела статистику за 10 лет, да. И, ну, для вас все не выписываю. Ну, берем, например, 15-й код. 7261 укус, да, в течение, ну, там, 8 месяцев до 28 сентября. Да, это как раз убирали любым способом. 15-й код еще ни о каком ответственном обращении. Ну, эвтаназия использовалась. А что делать? Да. Смотрим, 16-й код. 6838. 19-й код. 7259. 20-й код. 6753. Вы понимаете? То есть растет количество собак, а растет... Не растет, не растет. Вы слышите, да? То есть это эмоциональное восприятие проблемы. Вот оно вот такое, да. То есть люди иногда... Эмоциональное восприятие с какого лагеря? С лагеря... Да, даже не нагнетание, понимаете? Вот появился этот закон, пристальное внимание. Люди стали говорить, кто вам дороже, собаки или дети, да. На самом деле количество укусов не возросло, да. Тут, ну, ничего с этим не сделаем. Это очень серьезная организация, которая следит, чтобы ни одного случая бешенства людей не было, да. То есть это у них... Мы говорим, хорошо, бешенство – это бешенство. Нет, укусы не возросли. Укусы не возросли, а это значит, что и количество собак тоже не возросло. У нас никто, к сожалению, не считает... То есть вот мы до принятия закона, на самом деле, была проделана огромная работа, да. Вот, ну, мы тоже этим занимались со стороны, там, Самарской области. Например, Народный фронт, у них есть такая организация за честные закупки, он проанализировал сотни тендеров по всей Российской Федерации и выяснил, что результатов нет, да. Стои деньги, которые туда вкладываются, они тоже как-то не связаны с результатами. То есть мы привыкли маленько так ругать все время, да, ну, то, что делает власть. Но вот тут я бы хотела обратить внимание, что работа была проделана огромная. Агентство стратегических инициатив, да, то есть мы не хотели... Давайте конкретно. Какая работа была проделана? Хорошо. Мы посчитали количество собак, мы убрали определенное количество собак с улиц. Сейчас я вижу, что работа действительно ведется и со стороны власти, и со стороны приютов. Еще недостаточно. Недостаточно. Вот что нужно для того, чтобы было достаточно? Вы хотите сказать, когда у нас не будет собак на улицах почти, да? Или будут только добрые, милые, веселые, да? Знаете, как это будет? Вот, извините, опять про статистику, да, есть в ЦИОМ тоже легко найти. Ну, и я не хочу колословно говорить, поэтому ссылаюсь на организации такие. То есть в большом городе, миллионники, да, несколько десятков тысяч домашних собак. И они в основном не стерилизованы, часть из них выпрасывают, часть еще хуже на самовыгуле, и большинство не привиты. Пока вот это... Это минимум, это все минимум, это минимальный процент. Мы можем, это источник. Самовыгул из 100 собак, 5 самовыгул. Это минимальный процент. Нет, в частном секторе... Дальше. Откуда? Люди, когда заводят собак себе, они говорят, это собака наша, и мы не хотим ее стерилизовать. Мы же стерилизуем бродячих собак для чего? Чтобы они не размножались. Что делать? Елена, вы чем занимаетесь? Что у вас? Вот мы как раз вот этим и занимаемся. Так как у нас волонтерский центр, соответственно, наши волонтеры, вот силами наших волонтеров производится эта стерилизация. Мы в сотрудничестве с, скажем так, с централизованным, очень крупным организатором, дарящим надежду, есть такой фонд московский. Здесь вот совершенно бесплатно для волонтеров стерилизуем животных. Могу вам сказать, уже даже есть первые результаты, они очень очевидны. Недалеко от вас, вот здесь вот, на Карла Маркса, во дворе уже прекратились абсолютно, скажем так, бездомные кошки. Кошки все стерилизованы, там работает волонтер, она собрала их у себя, она сумела выбить для этого помещение, то есть она работает с властью на месте, с ЖЭУ, ей выделили помещение, она там поместила кошек и оттуда их спокойно пристраивает. Во дворе бродячих кошек, которые размножаются в несметном количестве, не стало. На мигзаводе у нас тоже замечательные девочки-волонтеры, на пятой просеке у нас чудесные девочки-волонтеры, которые действительно вот собирают вот этих бедных несчастных, везут на стерилизацию, лечат за свой счет и пристраивают. Волонтеры – это все-таки люди, которые помогают или мешают? Я потому что слышал два мнения. Некоторые, вот когда в соцсетях пишут, там, вот, вы не принимаете меры, а мы когда пишем, помогите, давайте вместе. Вот, есть у нас волонтеры, которые мешают, от этого мы никуда не денемся, потому что сознание у людей разное. Есть сознательные волонтеры, которые помогают, которые сокращают количество бездомных животных. Вот, у меня есть к вам предложение сейчас, у нас есть сюжет, так называемого видео-визитки, которую мы размещаем в каждой нашей программе, и сегодня я тоже предлагаю посмотреть видео-визитку и немножко расскажем вам о людях, которые занимаются обустройством, или как, пристраивают собак в новые семьи. Каждое утро и вечер отправляется Нонна Аникина со своими четвероногими домочадцами на большую прогулку. Ежедневные променады продолжаются не меньше часа. Выходят из подъезда и в сторону заброшенного дачного участка, а через него в горы, что по соседству с домом на Красной Глинке. От двух до четырех собак за одну прогулку. Всего их на данное время шестнадцать. Нонна не любит себя называть заводчиком. Она – волонтер. Я человек, который спасает безнадежных, тяжело больных. Ко мне привозят собак в тяжелом состоянии, которых я выхаживаю, лечу. И если они не нуждаются в пожизненном лечении, и у них нет инвалидности очень глубокой, то я пытаюсь их пристроить, находить им семью. То есть я вообще по профессии врач-реабилитолог, то есть я до сих пор помогаю людям, ставлю их на ноги, до сих пор работаю, несмотря на то, что я пенсионер, и помогаю собакам. Вот это мое призвание, наверное. Первая собака была в юности, затем учеба, работа и большой перерыв. И снова завела собаку нормальную, здоровую. Сейчас ей шестнадцать лет. А потом попала ко мне тяжелая собака-спинальница после пожара. И вот с этого все и началось. Я начала просто спасать собак, выхаживать их. Кто-то же должен этим заниматься. Вот и занимается уже десять лет собаками с врожденными патологиями после дорожных травм. Ко мне их привозят, я их лечу, пристраиваю. Кто-то остается со мной на дожитие. Немножко скопилось, возможно, больше, чем нужно. Очень хочется помочь им найти дом, чтобы у них были свои семьи. Когда ты одна, ты мало, все равно времени им достается на всех. А когда у тебя одна-две собаки, конечно, им достается больше любви, внимания и тепла. И очень хочется, чтобы они, пройдя очень тяжелый путь в своей жизни, выкропались, в общем-то, из того света практически, они нашли свои семьи и свою любовь, то есть нашли свой дом. И сегодня в нашей постоянной рубрике «Хочу домой» мы предлагаем собак, проживающих в настоящее время в квартире Ноны, Аникиной. Очень надеемся, что найдутся новые владельцы для этих двух собак. Знакомьтесь, эту собаку зовут Матильда, ей полтора года. Со слов очевидцев, ее выбросили из машины. Была сложная операция по восстановлению кожного покрова головы. Сейчас раны зажили, чувствует себя хорошо. Гуляет без поводка, далеко от своей хозяйки не отходит. Вторая собака – Агата. Нашли ее полуживой в гаражном массиве в щенячьем возрасте. Сейчас ей чуть больше года. После лечения и реабилитации она стала более общительной. По характеру холерик во время прогулок ни на шаг не отходит от своей спасительницы. Матильда и Агата ждут своих новых владельцев. Теплую атмосферу, ласковые руки и новых любящих хозяев. Как вы относитесь к тому, что у человека в квартире столько много собак? Ну, во-первых, нужно сказать, что это вынужденная мера с ее стороны. Здесь мы можем только лишь посочувствовать и по мере своих, скажем так, возможностей поспособствовать пристройству животных из дома. Ну, опять-таки, Нона, насколько я знаю, сама активно пиарит своих животных, собирает не просто так, она их лечит, она их вакцинирует, она их стерилизует и уже, скажем так, в готовом виде их пристраивает. Поэтому, ну, если ей люди помогут, мы только скажем спасибо. А почему люди все-таки думают, и есть такой стереотип, сложившийся стереотип, что надо брать собаку только с щенячьего возраста? А потому что мимимишность... Вы согласны с этим? Согласна. А большинство людей... Нет, большинство людей ориентируется на мимимишность. Когда вот он маленький, лялечка, с ним интересно поиграть. Ну, брать, конечно, можно с любого возраста. А на самом деле, когда вот из приюта они берут взрослую собаку, уже видно ее устоявшуюся психику, уже виден ее характер, но это, мне кажется, намного интереснее. Но эта психика, в любом случае, у взрослой собаки, она корректируется намного быстрее и лучше, чем у того же самого щенка и формирование этой психики. Да, но вот это нужно изменить сознание людей, что на самом деле выгоднее взять взрослую собаку, уже готовую собаку, которую, я говорю, могут в приюте, либо у волонтеров на передержках тоже очень много хороших. Есть даже породистые собаки, есть метисы. Ну, любая собака абсолютно. И это не щенок, но она также прекрасна. Следующий вопрос. Программа ОСВВ, да? Да. Немножко расскажите тоже. Принимаете ли вы участие в этой программе? Помогает ли эта программа вашему движению? Да, безусловно, программа отлов, стерилизация, вакцинация, ответственность и возврат. Ну, у нас эта программа еще, наверное, первые результаты, такие видимые, не дала. Но есть регионы, и мы общаемся с представителями этих регионов, где она работает очень хорошо. Санкт-Петербург, например. Опыт, да. То есть я знаю, что вы хорошо знакомы с опытом других городов. Рядом Энгельс у нас. Рядом Энгельс. Вообще сейчас, ну, я знаю, около, наверное, нескольких таких вот. Ну, Санкт-Петербург, конечно, это очень значимо, потому что у них нет ни одного случая бешенства, да? Вообще, вы извините, что я опять на эту тему, но мне кажется, очень важно сказать, вот, впереди дачный сезон, да, что надо вакцинировать даже своих животных от бешенства, потому что, ну, я так часто сталкиваюсь с тем, что люди, ну, относятся к этому очень безответственно, да? Вот, то есть... Слава Богу, что я сталкиваюсь с этим, и люди относятся ответственно. Ответственно, да. Мы с разными людьми видим, да? Я вот мало вижу людей, которые... От бешенства не вакцинируют, да? Да, и я даже знаю людей, которые сами прививаются от бешенства, те, которые живут на окраинах нашего города, да, и на окраинах, у кого там по две, по три, по четыре собаки, вот. Вот есть данные ВОЗ, да, то есть, опять же, перед принятием закона, да, то есть проводились всякие консультации, что 70% популяции, если привито вакцинированное от бешенства, то проблема решена в данном районе, учитывая, что у нас район именно лисевого бешенства, то есть природный очаг, он, как бы, мы не можем на него повлиять, но мы можем города и особенно небольшие поселки защитить, да, как-то там стерилизованные вакцинированные собаки, и это 70% от этих популяций, да, ну, про домашних вы меня, кстати, успокоили, я думала, что хуже, да, ну, вот, и котов там, которые на дачу берут, и потом домой привозят, вот, и я просто знаю такой случай, вот, если 70% стерилизованных, вакцинированные от бешенства, то можно, как вот в Питере, уже не волноваться в такой степени. Конкретно про опыт в Питере и в Нижнем Новгороде, что вы знаете? Ну, во-первых, я два раза видеоконференцию устраивала с главным ветеринаром, Антриев его зовут, то есть делился опытом, то есть там основной метод – это отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, да, я знаю, что количество даже укусов там намного меньше, чем в Самаре, ну, естественно, на долю населения, потому что сам Питер-то намного больше, если разделить, да, то есть это, опять же, статистика Роспотребнадзора, если нужно, я вам там могу найти точные цифры. В Нижнем Новгороде мы тоже туда ездили. Что они делают для того, чтобы количество собак было минимальным? Очень хороший вопрос, потому что есть такое понятие, как условно-владельческие и просто дикие собаки. Считается, что дикие почти не выживают, да, ну, вот это очень печально, да, ну, для нас-то, ну, то есть и как раз ОСИ, агентство стратегических инициатив, оно в методических рекомендациях предлагало, ну, как бы источник, то есть условно-владельческий, это гаражи, да, это рядом с кафе, это опекунские, это в частном секторе. Именно их промзоны, да, надо стерилизовать и вакцинировать, потому что они живут много лет, их потомство выживает. То есть можно выделить кучу денег, да, наловить где-нибудь в лесу собак, их туда обратно выпросить, да, и эффекта нет. Понимаете, то есть у этой методики есть масса, как бы, правильных рекомендаций. Конечно, мы их еще не освоили, да, вот, например, то, что должно быть ядро популяции, прежде всего, это самки, и самки, которые под опекой находятся, да, вот, на стройке, каражный кооператив, там, ну, они общаются с людьми, да, их подкармливают, это первое. Второе, про агрессивные собаки я специально хотела сказать, что должен быть адресный отлов. Мы постоянно, вот, с 10-го года мы, типа, защитники, но на самом деле мы такие же люди, как все остальные, и мы, что сейчас до сих пор, да, отлов просто по количеству, такое не должно быть. Вы прекрасно сами понимаете, ну, так как вы кинолог, знаете, что собаки разные, одна не кусается, только если укус в этом районе, надо отловить именно тех, кто кусается. Ну, обычно подходят собаки, обычно подходят собаки к людям, те, которые добрые, милые, которые не кусаются, а те собаки, которые кусаются, они, как правило, бегают по завистам, где-то на дальних рядах. Их сложно поймать. Надо несколько выездов, оплатят по головам. И вот 10 лет мы говорим в контракте, надо отдельной кровой. Это же очень важно, это единственное, что волнует на самом деле людей, не сильно волнует бешенство, может быть, не сильно численность, а вот укусы очень сильно волнует. Пожалуйста, выделите это в отдельную крову, и ловите именно ту собаку, на которой жалуются, привозят всех там. То есть это должны быть специалисты, все-таки работать в этой службе, должны работать специалисты. Да, и у меня тоже есть ответы из мэрии, да, когда там 13 жалоб, и только там 3 поймали действительно тех, которые ловили. Еще есть интересная проблема все же с самовыкулом, и это мы просим ввести штраф за самовыкул. Самовыкул, да, может быть, в городе это не так актуально, а вот где-то в Кенельчаке, ну, в пригороде очень часто кусаются самовыкульные собаки. Они заточены под охрану. Да, и самые неприятные, не будем их описывать ситуации, они связаны с этим, да. То есть, понимаете, тут очень много нюансов, да. Вот давайте о нюансах поговорим чуть попозже, потому что у нас сейчас есть очередная видеовизитка. Мы пристраиваем собак, ищем новые семьи, мы пристраиваем собак и стараемся, чтобы вы тоже понимали и помогали нам, и забирали таких собак себе в семьи. Ну, и с нашей стороны, конечно, будет оказана вам помощь. Мы будем говорить, как воспитывать, как подходить к собаке, и как не сорвать ее нервную систему. Смотрим. В этой семье четыре собаки. Один пёс породистый, лабрадор и три метиса. Ищут нового доброго хозяина для вот этой ласковой девочки. Попала она не совсем обычно. Пришла к нам ее мать беременная. Вот. И четырех раздали, троих. И одна осталась никому не нужная. А мать сейчас где? Здесь же, с нами. А вот здесь же, да? Да. Это какая? Вот Лизка, первая, которая пушистая. А вы ее стерилизовали? Мать – да, а дочь еще пока нет. Родилась в доме. Улицы Барсик не знает, по характеру активная и недоверчива к посторонним, но быстро привыкает к новым людям. Убыто с владельцами очень ласковая. Так получилось, что кличка не совсем соответствует полу собаке. Кличку Барсик дали по ее внешнему виду. Сначала шутя, потом оказалось, что она привыкла к своей мальчишеской кличке. Решили ее не менять. Барсик очень нуждается в хозяине, добрым и отзывчивом. Эта собака живет в квартире у волонтера Анны Балашовой. Собачку зовут Мальвина. Она очень молодая, ей год с небольшим. Очень активная, задорная, озорная девчонка. Поэтому мы ищем ей хозяина, такого искателя приключений, кто сможет справиться с нашим нравом. Так, а она вообще как бы дома, как социализирована, не социализирована? Она социализирована. Мы очень любим людей, всех без исключения. Очень быстро, в принципе, привыкаем, адаптируемся в новые ситуации. И проблем в общении с животными у нас тоже нет. Мы и к собакам адекватно, и к кошкам относимся. Итак, мы ждем отклика от вас. Выбирайте, звоните. 8-927-686-0790 Ну вот, посмотрели. Причем вот в этот раз мы объехали несколько адресов. И, знаете, меня очень порадовало то, что действительно люди берут домой к себе собаку. Одну, две, три собаки и ищут владельцев, новых владельцев и пристраивают. То есть, по сути дела, эти собаки уже социализированы. Вы только кошками занимаетесь, Елена? Нет, и собаками тоже. База. Что вы делаете еще? Расскажите, как-то вы немножко все прошлись о своей работе. Ну, опять-таки, получают звонки волонтеры, сообщают мне, либо... Ну, чаще всего у меня просто жители, волонтеры мне жалуются, либо просят о помощи. Вот. Но мы выезжаем. Мы своими силами отлавливаем эту собаку. Если она больная, мы лечим ее на свои деньги. Вот, кстати, вы сказали на свои деньги, а вы разве не принимаете в программе ОСВВ? Нет, у нас немножко другая специализация. ОСВВ занимаются в основном приюты, скажем так. Тот же самый приют хати. Вы имеете в виду контракт? Человек, который держит у себя несколько собак, он разве не может пойти и сказать... Нет. Вот, к сожалению, закон у нас, наш местный, это не позволяет сделать. Мы бы с удовольствием обратились к нашим властям, чтобы люди, которые действительно занимаются спасением животных, имели бы хоть какую-то финансовую поддержку. У нас очень много волонтеров, которые едва сводят концы с концами, но упорно продолжают спасать животных, потому что иначе они жить не могут. Кстати, в Санкт-Петербурге половина животных приводится опекунами. И это как раз вот это ядро популяции, которые надо стерилизовать в первую очередь. И вот еще хорошую тему подняли. Есть же источник вот этих, все же считается... Ну, я могу только... Прямо очень коротко, да. Потому что наша программа замешается. И домашние собаки, да. Если бы вот эти огромные деньги, вот сейчас на область 37 миллионов, код выделяется, выделились на бесплатную стерилизацию домашних животных, каких-то малообеспеченных владельцев, или вот как вот вы рассказали, ну вот мы видели ролик там в квартире кто-то живет, или там самовыкульных там, или организаций, то мы бы решили эту проблему за два года. И такой тоже опыт есть, я не знаю, может в следующий раз. Я надеюсь, мы решим эту проблему. Я надеюсь, да. С помощью, действительно, потому что большое и пристальное внимание идет от наших властей. Действительно, мы работаем и стараемся решить эту проблему. Ну, а наша программа завершается. Хочу еще раз обратить внимание на то, что все наши эфиры и видеовизитки вы сможете найти на нашей страничке Самараги в социальных сетях. Напомню, сегодня в нашей студии были Ульяна Самсонова, руководитель общественной организации «Живая планета детям», ее коллега, заместитель руководителя волонтерского центра «Заоблаго» Елена Гоголева. Я думаю, что мы еще раз увидимся в нашей студии, ну, через какое-то время. До свидания. Удачи вам.